В 2018 году исполняется 1155 лет с начала создания славянской письменности и развития у славянских литератур языков, в том числе русского. Значение этого исторического факта трудно переоценить, поскольку создание славянских азбук сопровождалось масштабной переводческой деятельностью, итогом которой стало возникновение общего литературного языка. Все это и многое другое обсудили на открытии конференции под названием «Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях полиэтнической среды. Опыты и перспективы». Мероприятие состоялось на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации имени Толстого КФУ. Образование вот этой азбуки Кириллом и Мефодием уже имеет значение для межкультурной коммуникации. Был использован в качестве образца греческий алфавит. Азбука далее использовалась в церковнославянских целях во многих славянских народах. И вот эта межкультурная составляющая этого важнейшего события, она отражается как бы и в тех направлениях, которые сейчас на конференции имеются. Безусловно, вот эти историко-лингвистические темы, которые сегодня звучат и, собственно, репрезентируются на пленарном свидании, они очень для нас традиционны. И мы очень рады, что они не остаются без новых открытий. Конференция является площадкой для содержательного научного общения не менее 150 ученых из разных городов России. Например, Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Ростова-на-Дону и многих других. Работа конференции продлится до 4 октября включительно. Адель Шамилова, Ленар Довлетьяров, Универньюс.